Мы искажаем правильное представление о животных, наделяя их человеческими качествами, пишем сказки, создаем мультфильмы, наделяя растения и животных свойствами человека. Правильно ли это? Это, естественно, мифология. Она идет из древности, когда человек приписывал вообще всей природе какие-то тайные силы. Я не говорю о том, что нет никаких сил. Есть силы в неживых, в растительных и в животных объектах и в человеке, но тайных каких-то особых сил нет. Это все исходит из тех древних времен, и поэтому мы должны относиться ко всему. Каббала – она очень материалистическая наука. Сугубо прямо. Это правильно, что животные, допустим, в мультфильмах разговаривают один с другим? Ничего, никто ни с кем не разговаривает. Есть у них особый язык, естественно. Да, но человеческим языком они разговаривают. Нет, нет, нет. Это понятно, что мы… Плохо, правильно или нет? Можно давать смотреть такие мультфильмы и сказки? В принципе, Каббала против этого. Каббала против того, чтобы мы изображали человеческую жизнь между зайчиками и волками, чтобы дюймовочки и всякие там эти… прыгали, бегали козлики, обращались в Иванушку, там, братика или нет. Каббала абсолютно против таких вещей, потому что она считает, что таким образом мы уводим человека от правильного понимания природы и себя. Дело в том, что это остается в нем на самом деле на всю жизнь. И подсознательно в нем это отношение, неправильно искаженное к природе, оно приводит, с другой стороны, и к жестокому отношению к природе. Так же, как я отношусь к людям эгоистически, желая быть выше их, против них, так же я и отношусь к природе. А если бы я понимал, что она, эта природа, она не обладает такими свойствами, как я, она дана мне для того, чтобы я правильно ее использовал, разумно, для своего существования, и тогда я буду действительно ощущать благо от всего окружающего, было бы даже жизнь другая, конечно. То есть вы хотите сказать, что неосознанно человек, если видит эти все примеры еще с детства, потом начинает относиться к природе, как к себе, ну как к равному, и начинает ее так использовать? Конечно, мы говорим, ой, ты стукнулся ребенка какую-то там дощечку, стукни ее обратно. Ну, что за вообще такое отношение? Ты стукнулся, теперь стукни обратно. Или там с кошками, с собаками, с чем маленький ребенок сталкивается, так, или все сказки, мультфильмы, все это, это очеловечивание любой природы. Якобы существует какая-то душа в неживой, в растительной, животной природе, человеческая, которая с нами общается, которая там находится где-то. И потом мы приходим к таким очень серьезным проблемам. Я вижу часто людей, которые, рискуя жизнью, хотят приблизиться к львам, потому что он такой пушистый, он такой красивый. Женщина недавно прыгнула в яму с белым медведем в Швейцарии, там или где-то, или в Германии, в зоопарке, потому что ей казалось, что что это, белый мишка, разве он ест людей? Они там чуть не растерзали, еле-еле вытащили обратно, это было где-то полгода назад. Я так понимаю, это единичный случай, все-таки как масса это есть? Это исходит из того, что у людей есть превратное представление об этих зверюшках. Это не зверюшки. Это должно быть правильное отношение к ним, не наделять их какими-то сказочными свойствами. Я согласен. Я тоже смотрел эти мультфильмы, и никогда не возникало желания прыгнуть в клетку. И у многих людей, которые смотрят, я надеюсь, наши передачи. Все-таки у нас возникает такое отношение к миру, мы желаем, подсознательно ждем от мира той же реакции, которую мы понимаем из себя. Те свойства, которые есть в нас, мы переносим автоматически на окружающую нас природу. Она совершенно не такая. Мы не видим окружающую нас природу, потому что мы смотрим сквозь свои свойства. Редактор субтитров А.Семкин